Приветствуйте! Гландиатор пришел, Семен, обгладывать косточки. Рычи, ты, блядь, кс-кс-кс, подорогайся хоть, Семен. Сам дверь открывать заходит. На Митьку рычи. Митюш, рычит он, да, Митюш, скажи, Митюш у нас немножечко поправился. Да, Митюш? Что же рычит, да, такой злой, Семен рычит, да, Митюш, рычит, Семен, да, Митюш? Митюш, рычит, Семен, да? К нам тут все приходят, ежики приходят, семейная пара. Я им кушать выношу, они хлебают супчик. Язычком так прикольно. Муж и жена, походу, один побольше, другая поменьше, ежики. Еще черный котик, он тут постоянно приходит покушать, он голодный, он, наверное, ничейный. Он иногда даже в дом заходит, что-нибудь возьмет и уйдет быстренько, убегает. все приходят покушать, для всех дверь открытой. Да, Митюш? Ваше сердце для всех открытое. Навсегда Одо мной смеются. Ого. 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 Кушай, кушай тебя, кушай. Кушай, кушай. Кушай, кушай, кушай. Кушай, кушай. А малышу сегодня корм забыл опять купить. Так я же покупал ему. Так у него что-то сухой. Малыш, я забыл опять корм купить. Я четыре таблетки купил. У всех сегодня голова болит. Люди торгуются, там все прям это, жалуются, говорят, ой, ну что такое. Сегодня у всех голова болит. Я люблю боли, обтягивающие такие. Я не люблю такие свободные. Я боли, обтягивающие. Ты боли, обтягивающие? Да. Малыш пришел до гвоздей. Ну все, не трогай, аккуратно. Он такой стал умницей. Я ему вчера лоточек сменила, я ему часто меняю. Я смену, насыпал. Я, кстати, посмотрел насчет таких котят. Я прям нашел копит такие. У них до года глаза всегда так слезятся. У него сейчас ничего не слезится, все в порядке. У них может временно не слезится, а потом опять. У них вечную глаза. Так, давай, я вот раз показываю. А, у мам сегодня день рождения, в общем, это. Поздравляю. О, я тебе вижу пиццы. Поздравляю. Так, пиццы. Ё-моё. Какие помидорища. Помидоры, да. Ты слишком быстро на это достаешь. Ну вот. Ну, чё, бананов тут килограмм два, наверное, да. Бананов два килограмма, помидоры. Как обычно, это я жить без этого. Это святое. Это для меня, это, да, это я не могу без тебя, моя любовь. А чё ты самый крупный не достал любовь? Свою самую крупную. Вот. О, кстати, мой кувак. У меня кувак большой. Мне все говорят. Вот. Скувак. Вот такое у меня сердце. Не, ну говорят, сердце скувак. Говорят. Ну, говорят, что курда я-то пошли сиськи не нашли. Вот такие вот пирожники. Достань, одну хоть чисто показать. Давай. Позови бабку, я хоть поздравляю. Мам, подойди хоть. Чё ты спрятал? Хоть уж ты, чё, стесняйся. Вот такие вот пирожники. Ну, поздравляю с днём рождения. Спасибо. Здоровья, благ, долголетия. Сколько тебе? 62? Да. Поздравляю. Не горят женский возраст. Чё такое необразумное? Ну, ничего такого нет. Это всё предрассудить чувство. Необразованные. Торт у меня сегодня не получилось, друзья. Где купить? Пирожные очень вкусные. Мне без маски нет. Я вот такой, я вот такой себе покупал. Треугольник. Наорали на меня. И выгнали. Короче, ну не выгнали, я сама ушла. Килограмм черешни. Крупное, хорошее. Немного галим. Помидоров? Помидоров много не бывает. Нет. Помидоры это-то чё? Я знаю, сейчас ещё две таблетки буду пить. Нет, Эмиль, нельзя. Уже 40 рамон, это уже перебор. Нет. Сегодня у всех голова валит. Вот девчонки стоят. Это. Жёг. Которые торгуют, говорят, невыносим, говорит, голова раскалывается. Ливень был такой, ну ты сам видел, правильно? Да. Тут сверкало так, что мама не горюй. Там все, это хорошо, что я переждала маленькие. У тебя не так сильно влива? Я точно так же всё вливала. Люди все насквозь в автобус заходили. Это я так не промокла, потому что это, сыр дорогой, хороший. Я потом пельмешки. И всё пельмешки. Да, я хочу пиццу, я хочу пельмешек, я хочу, я хочу много чего. Пицца, вот она. Очень вкусная, нежнейшая, она мягчайшая, окрачка копчёная, четыре штуки. Вот и все пакеты. Вот и днюшка. Нормально всё. А я похудел чуть-чуть. Пять килограмм сбросил. Пять килограмм. Во мне восемьдесят пять был, я сегодня взвешивался в знакомой восемьце, во мне сейчас пять кило сбросил. Я сейчас качаться хочу, но надо потихоньку начинать. По отжиманиям чуть-чуть там, там неделю по десять раз отжиматься. Одна я ничего не сбрасываю. Это, неделю там, к примеру, по десять раз отжиматься, а потом на следующий недель по двадцать, то есть потихоньку начинать. Ем я или не ем, разницы никакой нет. Я могу хоть один раз в день есть, хоть вообще не есть. Всё равно не похудею. Десять литров. Вот спокойно. То есть я могу спокойно. Я, кстати, летом так же отжимался. Пляшки просто беру и две. А, цветок какой-то там бабулька продавала, в общем, выручи за 20 рублей. Я говорю, ну давай, ты, правда, пересаживай обязательно, конечно. Вот. Ну, а она, говорит, у тебя это вырастет. Хорошо. Он типа вот этому похож чем-то. Так это один и тот же. Нет, это другой сорт. Ну, она, говорит, это, возьми, возьми. Знаешь, чё Митя ворочал? Чё Митя ворочал? Я на него ору, говорит, тебя мама убьёт. Чё? Короче. Ну, иди сюда. Сейчас, сейчас, подожди, цветочка поставь. Митя бандитничал тут сегодня у нас. Чё он делал? Смотри. У тебя не было, всё, он болит. Ну, подожди. Короче. Пробралась, как-то залез, видимо, на той или иной. Да он спокойно закрыл. Сюда. И начал вот этот цветок грызть. Я на неё. А-а-а-а. Грызть. Да. Грызть цветок. Но он не убил её, он не успел ничего. Грызть начал. Играться тут, грызть. А я чё-то научил. Всё равно у меня грома музыка на 5%. Чё ты шурша, Никита. А он тут залазит спокойно. Я только на тебя манюляю. А эта женщина, наверное, подумала, что я какая-нибудь там премьер-министрная. А чё она, ну расскажи хоть. Чё, ну на, это. Я захожу просто, как обычно, вот. Я стою эту... В очередь? Нет, там очередь. А. Там вообще никого не было, кроме нас двоих. Мм. Дольщик вливает, а я думаю, побыстрее сейчас. Стою, выбирай торт. Уже выбрал, хотел купить. Она говорит, без маски не пущу я. Говорю, а у меня нету. Она мне достаёт из помойного ведра маску. Да, прямо из помойного ведра. Я бы ей в рожьи как бы прям... Ну хватит, во-первых, на праздник такие слова. Во-вторых, на людей, кто бы там чё не было. И рожа, а лицо в отне. Я всегда так говорю, просто, ну... Ты не стой это. Ну я шутка всё, говорю. Не порт мне видео, не надо мне твоих шуток. Ладно. Из помойного ведра сама её одевала. Ну да, я понимаю, ты растерепел, горячий финский парень. Я понимаю. Сама её одевала. Да, реально, прям достаёт вот так вот. И вот так, говорю. Я говорю, я не буду одевать. Я прям не выдержу. Я говорю, может, я какая-то съеду. Я не выдержу. Я говорю, я не собираюсь её одевать. Не хотите отпускать? Не надо. Будете отпускать или нет? Нет. Я говорю, ну нет, так нет. Я говорю, вы мне тот раз отпускали. Я уже покупала и торт, и сказку, тортик, и пирожные. Я стою и так вот, говорю, ещё так удивлённо, говорю, вы меня отпускали. Нет. Вы что-то там путаетесь. Ну что там у меня там, короче. Сама эта москва одень. Я говорю, ладно, простите, больше не зову. Развернусь. Девотина какая-то. Ой, ладно. День рождения и праздник такой. Ладно, бывает всякое. Люди деградируют. Ладно. Ладно, всем пока. Тебе обидно так стало то, что он мне из помойной ведра достал? Из-за этого ты так разозлился. Да и ладно, я сейчас после видео скажу. Реально, Эмиль. Она так берёт, вот так вот наклоняется. Достает вот так вот. И вот так вот. Я такая как стояла вот так вот. Я, это я ничего не выдумаю, это вот бог свидетель, я на такой праздник не собираюсь ничего такого там. Что-то выдумать там, грешить, как говорится. Всё как есть прям. Я просто как стояла, так офигела. Ещё он так смотрел на меня, говорит, я не собираюсь её одевать, я не буду. Она сейчас так смотрела. Ладно, давай. Всем пока. Ой, ну ладно. В общем, вот такие вот дела. Меня любит, он смотрит. Не надо мне крутить. Как один чел сказал это. Сидел, короче. Это я сказал. Это чувство, когда в друзьях одношизм. Нет, он меня любит, и я его люблю. Он меня смотрит, а я его смотрю. В общем, шутки-шутки. Детство в одном пятом точке играет. Подсолнечное масло, короче, на сковороде. Без шкурочки почистить помидорчиком. Вот такой вот. Порез, естественно. Вот, чтобы ешь, это, глазунку сделала. Хочу. Хочу такую. Как в Израиле. Помидор такой, ну не объяснить, такой прям сахарный. Он сахарный. Пицца очень вкусная, кстати, была. Пицца, да. Я маленький кусочек тоже себе отрезала. И даже нитью угостились. Сейчас помидор обжарится, я его подсолю и добавлю в яичко. Чисто прям покушать. А сверху можно поделить сырку немножечко. Нет, сырку на макарошки. Это по трешу. Я макарон хочу сегодня. С сыром вкусным. С икраочком в караске. А яичница просто с помидором, да? Яичница есть яичница. Вот, вкусная. Ладно. Сахарный. Ты что, грызешь помидор? Не грызу на нем сливки. Ну, все, встать на паузу. Так, друзья, я решила еще один помидор сюда добавить. Адвиецкой соли, пол чайной ложечки. Даже пол чайной ложки и практически даже дезеркнули. Ну, так, пол чайной ложечки, короче, адвиецкой соли. Может, сверху, может, без зеркнули. Явно, чтобы не пересолить. Вот. И решила еще один помидор. Помидор я беру по 50 рублей кило. Вот. Всегда. Я не беру дорогие помидоры. Вот. 50 рублей из-за чего-нибудь, там, из-за какой-нибудь мелочи, где-нибудь там какая-нибудь царапинка или что-нибудь такое. Ну, некоторые, может, там какие-то чуть-чуть там похуже бывает, да. Хром. Хром, да? Ну, обрезаю сверху, да и все, ничего страшного. В общем, а банан я беру вот по 30 рублей килограмм. Они такие же неплохие все. Если там какие-то, какая-то где-то миллиграмм, ничего страшного даже. Зато по 30 рублей. Помидоры по 50. Я их на шкурочку почищу, все их обрежу. Я вот эти вот уже помыла тщательно, протерла. Те пока нет. Вот. Можно макароны готовить их, помыть, шкурку чистить. Точно так же обжарку делать, там, макароны готовить с сыром. Это можно салатику сделать с майонезом. Просто прям один помидор чисто поесть. Ну, это я его так люблю, я понимаю, что я на нем это. Черешню я промыла. Черешню у нас 200 рублей. Мальчики, девочки, кто там смотрит. Вот, в общем, все мы еще мальчики, девочки, сколько бы нам ни было. Вот. Черешню по 200 килограмм. Тут чуть-чуть больше килограмм. Так, теперь я сейчас сюда яички. Так, шо? Шесть штук яичек расколола. Это что-то тип шамшуки, вот, ну, как объяснить. Израильская яичница. Но в Израиле очень любят так делать. Она нежная-нежная. Ее только надо постоянно мешать и мешать, мешать и мешать. Она такая нежная-нежная получается. И еще вот эта вот, она с травками, вот эта вот, как ее, адыгейская соль. Ее нужно постоянно мешать в течение пяти минут. Не давать ей подгорать, не давать ей поджариваться, чтобы она была такая. Она будет такая... Ты что, тут пять минут будешь стоять? Вроде сливок такая нежная. Поставь на паузу на две минуты, на три. Сегодня нам цветок пересадить не получится, в такой погоде не выйдешь. Ну да. Объяснить нужно быстрее, срочно, а иначе будет не то дело. Держи. Вот. Все, нужно срочно снять. Вот такой вот сок должен остаться. Иначе она будет сухая и невкусная. Я должна объяснить. Не более пяти минут. При постоянном вот так вот, что будет. И она, у нее вот такой вот, как бы сок должен быть. Вот такая она, такая сочная, сочная будет. Можно сверху сыр натереть, но Эмиль говорит, я не хочу, чтобы ты терять вам. Но бутербродить и на макарон. Ну все. Ну все. Всем пока. А что пока-то говорить не здесь, может еще видео будет. А, лук. Просто. Коротенько. А то мне некое, я смотрю свою любовь. Сей жизни. Это правда. Давай покажу. Хорошая. 208. Какую ты в нее будешь? Новую делать. А. Бутаст красивая. Ну правда красивая? Да. Подметал. Дорого, но милый. Кисточку пил, но я не буду показывать. Ну 280 не так уж и дорого, я ту за 200 брал. И украшается. А у нас сегодня репетиция, по-моему, если не ошибаюсь. Ко дню города. Дня России. А, да, Дня России, он же 12. 12-го, да? Да. Если не ошибаюсь, сегодня репетиция народу в парке. Там прям стульчики, военные, полицейские. Народу битком. Наверное, репетиция идет. Ну, накрыли, крыто сделали. А, да. А, да. А, да. А, да. А, да. Сидится дома. Купил кисточку, купил такую раму. Не пойду же я с сумками-то с продуктами. Это специально я одену. Тем более, я в одно место ездила, а это уже в другое. Аккуратно, за украшение. По-пец. Ну, все, в общем, так и дело.